Всем привет! На связи Оля Белая и это мой аромат-блог LadyBell. Сегодня я хочу поговорить о двух ароматах. Это Creed Silver Mountain Water и Creed Love In White. Почему я решила сделать обзор двух ароматов в одном видео? Ну, во-первых, я знакома только с двумя ароматами этого бренда. Во-вторых, они у меня ассоциируются оба с белыми рубашками, игристым шампанским, оба свежие и оба фужерные. И как бы оба они у меня для лета исключительно. Во-вторых, оба этих аромата во мне вызывают абсолютно противоположное впечатление. Один нравится, потом не нравится, а другой не нравится, потом нравится. Сейчас подробнее всё расскажу. Но давайте по порядку и начнём с Creed Silver Mountain Water. У меня вот такой вот пробничек. Я о нём уже писала. Я его брала в этом году на свой летний отдых. Вначале он мне кажется слишком хрустальным и звонким, слишком фужерным и, наверное, даже где-то мужским. Но потом, когда эта хрустящая чистота уходит, он становится более нежным и мягким. Зелёный чай, что-то водное. Он становится таким свежим, ненапрягающим, аккуратным и тонким. Как я уже говорила, он хорошо подходит на тёплое время года, идеальный для лета. Для зимы его свежесть и эта хрустящая чистота, я думаю, будет не кстати. Подойдёт тем, кто любит свежие фужерные ароматы. Идеален для офисов, на работу или деловые встречи. Энергичный, освежающий и в то же время изысканный и нежный. С Creed Love Invite у меня немножко другая история. Вот такой вот у меня отливантик. С первых нот он у меня такой яркий, цитрусовый, цветочный. Вот прям любовь с первого вдоха. Такое прям наслаждение. Но, когда уходят эти цитрусы, то ли жаснин, то ли роза. Вот знаете, вот прям наседают на меня. Тоже слышится свежесть, но эта свежесть какая-то ванильная. И портит всё моё впечатление об этом аромате. Он мне становится таким навязчивым и интенсивным. Думаю, он классно подойдёт тем, кто любит сладенькие цветочки. Окружающих впечатлит своим шлейфом. И стойкостью. Аромат тоже летний. Но мне кажется, здесь нужно быть аккуратной с дозировкой. И, наверное, с местом нанесения. Концепция аромата преподносится как лёгкий, нежный и воздушный. Но эту воздушность я слышу только в начале. Далее я бы его охарактеризовала как загадочный, манящий и впечатляющий. Для меня он однозначно тяжеловат. Вот так вот. Два аромата, о которых мнение меняется прямо в противоположную сторону. Итак, давайте подведём итоги. Крит Silver Mount Water. Вначале бьёт в нос своей чрезмерной фужерностью. Затем становится нежным и мягким. И, конечно же, потом очаровывает своей нежностью и лёгкостью. Крит Love in White. Вначале такой яркий, вкусный, цитрусовый. Но потом он начинает набирать обороты и начинает давить. Вроде бы и красив, но в то же время нос хочется держать на расстоянии. Для меня он тяжеловат, удушающий. Выводы делайте сами. Но это однозначно не те ароматы, которые можно покупать вслепую. Обязательно тестируйте. Если вам тоже интересно познакомиться с этими ароматами, я вам их подарю. Просто пишите внизу, какой из кридов вам интересен. Будьте активны у меня в блоге. Ставьте лайки, пишите комментарии, оставляйте реакции на истории. И затем я выберу двух победителей и отправлю вам пробнички вот такие вот за свой счёт. Так что всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok